МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите воскресные новости ТВК, где каждую неделю в это время мы подводим итоги уходящих 7 дней. Меня зовут Екатерина Лукашенко. И вот главная тема этого выпуска. Массовая вакцинация от коронавируса в России начнется уже на следующей неделе. Кто первым получит вакцину и хотят ли россияне прививаться? В Железногорске готовятся расширить производство по переработке ядерного топлива. Обещают, что все будет безопасно. Вот только не все в это верят. Ушла эпоха. Анатолия Чубайса отправили в отставку. Неужели реформатор из 90-х? Ярый защитник приватизации попал в опалу. Меньше месяца осталось до наступления Нового года. Как россияне планируют встречать 2021-й и сколько сейчас стоит праздник? В первую неделю декабря федеральные власти заявили о масштабной вакцинации населения спутником ВИИ. В Москве она стартовала накануне, а в регионах начнется на следующей неделе. По крайней мере, такие сроки вакцинации обозначил президент страны Владимир Путин. О массовой прививочной кампании Путин объявил в среду. Распоряжение об этом он дал вице-премьеру Татьяне Голиковой. Первыми прививку получат врачи, учителя и соцработники. При этом вакцинация будет бесплатной и только по личному желанию. Я знаю, что уже более 2 миллионов доз у нас произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней. Достигнет такого уровня производство на первой зарегистрированной в мире вакцины против коронавирусной инфекции, спутник ВИИ. Это дает нам возможность начать, если не массовую, то масштабную вакцинацию и, конечно, как и договаривались, прежде всего, двух групп риска. Это врачей, вакцинацию врачей и учителей. В 70 московских поликлиниках прививочные пункты открылись накануне. Они работают ежедневно с 8 утра и до 20.00. Как сообщают столичные власти, за первые 5 часов на прививки записались 5000 желающих. Помимо врачей, сейчас вакцинируют военнослужащих. Первые 300 доз вакцины поступили накануне на Балтийский флот. Остальные российские регионы присоединятся к масштабной вакцинации в конце следующей недели, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. В Минздраве Красноярского края рассказали, что массовая вакцинация начнется только после Нового года. А до января привьют медиков и, возможно, педагогов. К слову, красноярские врачи скорой помощи получили первую вакцину еще в октябре. Вторую прививку им поставили две недели назад, и на днях они получили результаты. У всех выработались антитела. Но не везде вакцинация прошла успешно. О заболевших врачах заявляли ранее в Томске, Кузбассе и Алтайском крае. Но, тем не менее, в сети уже обсуждают принудительную массовую вакцинацию учителей и врачей. Однако в Департаменте здравоохранения Москвы назвали информацию фейком. По их словам, решение работники принимают добровольно. На этой неделе ситуация с коронавирусом немного стабилизировалась. Об этом заявляют и власти, и врачи, и специалисты Роспотребнадзора. В ведомстве рассказали, что страна практически вышла на плато. Хотя ежедневные показатели новых случаев заражения по России остаются достаточно высокими. В среднем по 25 тысяч пациентов выявляют ежедневно. В Красноярском крае обстановка стала чуть легче, говорят в Минздраве. Со следующей недели с дистанционки в школу возвращаются ученики 9-х и 11-х классов. Виктория Столярова подготовила обзор недельных коронавирусных событий. Она в студии. Вика, можно ли говорить, что коронавирус постепенно сходит на нет? Катя, краевая статистика по заразившимся, хоть и практически не менялась в течение недели, однако врачи по поводу развития ситуации особого оптимизма не высказывают. И заявляют, Красноярскому краю следует готовиться к третьей коронавирусной волне. Так, на неделе темп прироста за сутки у нас составлял меньше единицы. Начиная с понедельника статистика рекордов не ставила. В среднем в крае ежедневно выявляют по 330 новых пациентов с диагнозом ковид. Врачи и власти констатируют, ситуация стабилизируется. Так, свободный коечный фонд вырос до 26%. Месяц назад оставалось чуть более 5%. Скорую стали вызывать на 6% реже. Пациентов в больницах стало меньше. Это слова министра здравоохранения края Бориса Немика. Однако в крае по-прежнему действует запрет на массовые праздники. Корпоратива «Общепит» работает до 11 вечера. Эту новость бурно обсуждают уже не одну неделю красноярские ведущие мероприятия. А на этой неделе губернатор Новосибирской области еще и подлил масло в огонь. Он заявил, что не будет запрещать проведение праздников у себя в регионе. Красноярских же шоуменов эта несправедливость особенно задела. Ведь в регионах с примерно одинаковой обстановкой по ковиду ограничения разные. Моя позиция по поводу того, что в Кемеровской области можно, в Новосибирской области можно, в Красноярской области нельзя. Но, честно, напоминает, логики я в этом никаком не вижу. Почему люди, которые работают по 8 часов в день, 5 дней в неделю, находясь друг с другом в тесном контакте, в общении, в планерках, почему они это время вместе могут проводить, а в декабре провести 5 часов вместе за каким-то там праздничным столом с ведущими, с диджеем, с танцертистами, которые все готовы. Я разговаривал с коллегами, все готовы хоть каждый день делать справки в отрицательном анализе. Надеемся, что мы так и будем. Но логики в этом решении я не вижу. По-моему, как бы не мероприятиями распространяется эта коронавирусная инфекция. В России в целом ситуация хуже. Уже в начале недели выявляли по 26 тысяч пациентов ежедневно. Однако уже к выходным статистика резко скакнула вверх. Накануне почти 29 тысяч новых случаев заражения. Сегодня новый антирекорд – более 29 тысяч коронавирусных больных за сутки. Умерли 457 человек. В Красноярском крае за последние 24 часа ковид выявили у 329 пациентов. Жертвами ковида стали 13 человек. К слову, журналисты-расследователи таких изданий, как «Медуза» и «Медиазона» считают, что число смертей от ковида в официальной статистике систематически занижается. Журналисты собрали несколько историй из разных городов страны, которые это подтверждают. И вот небольшая подборка. В сентябре у меня заболела тетя, а ей больше 80 лет. Ее дочь и муж дочери. Они жили вместе. У них была повышенная температура. Пришел врач, поставил моей сестре ОРЗ, а ее мужу бронхит. Еще примерно через неделю по вызову пришел врач. У всех упала сатурация. Их положили в больницу. Там КТ показало, что есть поражение легких. Тесты на коронавирус у них были отрицательные. Но через сутки после госпитализации моя тетя впала в кому и умерла. В справке написали, что причина смерти не установлена. Но тело нам выдали в черном мешке. Хоронили ее, как ковидную, в закрытом гробу. Вся бригада была в специальном обундировании. Расхождение данных объяснила вице-премьер страны Татьяна Голикова. Она сообщила, что в информации оперативного штаба учитываются только те случаи, которым не нужно дополнительное подтверждение при помощи вскрытия. Информация может быть потом скорректирована, если основной причиной смерти стало другое заболевание. Что касается данных о смертности. Оперативный штаб также с самого начала пандемии в ежедневном формате формирует данные, в том числе на сайте СтопКоронавирус. Эти данные являются оперативной информацией, в которой учитываются только те случаи, по которым не требуется дополнительное подтверждение патологоанатомического вскрытия. То есть это четкая смертность от ковида. В Минздраве Красноярского края призывают готовиться к третьей волне коронавируса. По оценкам медиков, у нас она наступит в январе-феврале следующего года. И основания для этого есть. Во-первых, с понедельника в городские школы вернутся ученики 9-11 классов. Детям надо готовиться к экзаменам. Но их возвращение к очной учебе неизбежно повлияет на заболеваемость, считают эксперты. Дети хоть и болеют редко, но являются разносчиками вируса. Ну и кроме того, в любом случае, на Новый год дома усидят не все. И хотя массовые мероприятия запрещены, но скопление народа, например, на тех же детских праздничных горках, это, я думаю, неизбежно. На этом все. Катя. Спасибо, Вика. Это была Виктория Столярова с обзором самых важных тем, связанных с коронавирусом на этой неделе. Пока к другим темам перейдем, на этой неделе суд вновь приступил к разбирательству дела о разливе дизельного топлива из резервуара Норильско-Таймырской энергетической компании. На третий по счету заседания краевого арбитража лично прилетела глава Росприроднадзора Светлана Родионова. Я напомню, ведомство пытается взыскать с норильского никеля 148 миллиардов рублей в качестве компенсации ущерба экологии. В конце мая из-за разгерметизации емкости в окружающую среду вылилось более 20 тысяч кубометров солярки. Загрязненными оказались три реки, одно озеро и почва Таймыра. Представители НТЭК оспаривают не только сумму ущерба, но и объем топлива, которое попало в окружающую среду. По данным промышленников, Росприроднадзор не учел сгоревшую и оставшуюся в емкости солярку. Мы применяем два метода, которые предусмотрены методикой, утвержденной Министерством природы. Первый – это балансовый. Он исчисляет следующим образом. То, что было в резервуаре, минусуется все то, что собрано из почвы, ну и из всех остальных, то, что испарилось, то, что сгорело во время пожара. И таким математическим методом у нас получается 12 тысяч. Второй метод, который тоже методикой предусмотрен, это тот объем топлива, который мы собрали с воды, отсепарировали, отделили водо-топливную смесь. Это вода и, собственно, сам нефтепродукт. Его отделили и получили соответствующую величину. Это тоже 12 тысяч. Позиция Росприроднадзора неизменна. Светлана Родионова, которая накануне заседания поспала лишь полтора часа в самолете и в коридорах арбитражного суда неумолимо боролась с усталостью и дремотой, заявила, даже если бы авария произошла не по вине энергетиков, то ответственность все равно должен нести Норникель. Все, как всегда, кроме суммы и нежелания компании признавать очевидные вещи. Исходя из того, что мы сейчас услышали, там было достаточно много диалогов, в том числе и то, что водный объект загрязнен опосредованно, и вообще, в принципе, в этом никто не виноват. И то, что излив был не на водный объект, а в грунт, и поэтому то ли надо его считать, то ли не надо. Потому что, коллеги, когда мы с вами наблюдали ситуацию на самом водном объекте, на трех реках и озере, всех интересовало только их состояние. Сейчас идет дискуссия не об окружающей среде, а только о деньгах. А я бы хотела вести все-таки ее о том, о чем, о тех полномочиях, которые есть у нашей службы, а именно о состоянии окружающей среды. И меня это гораздо больше интересует, чем что-либо компания должна оплатить тот ущерб, который нанесла экология региона. Следующее судебное заседание пройдет 11 декабря. На этой же неделе природоохранная прокуратура прокомментировала ситуацию вокруг базы нефтепродуктов на правом берегу. По данным ведомства, нефтебаза действительно может являться источником загрязнения. Точно установить это сейчас предстоит специалистам Росприроднадзора. Неделю назад мы рассказывали об этой истории. Еще в 2007 году под землей на территории КНП нашли почти 2000 тонн нефтепродуктов. Однако, по мнению специалистов, за эти годы они продвинулись к реке и стали причиной маслянистых пятен у Октябрьского моста. В природоохранной прокуратуре сообщили, что последний раз экспертиза по нефтепродуктам на базе проводилась 13 лет назад. Но за это время нефтеносные линзы могли приблизиться к реке. Занимные нефтеносные линзы залегают под землей и имеют некоторую миграцию в сторону реки Енисей. Как сказано, заключение эксперта до 25 метров в год. Как я уже сказал, данное заключение проводилось 13 лет назад. Соответственно, сейчас данные нефтеносные линзы могут действительно приблизиться к реке Енисей и возможно стать вероятным поводом для выхода в нефтепродуктов, которые наблюдают и специалисты, эксперты при проведении проверок, ну и жители города, где это освещалось в средствах массовой информации. В случае установки в ходе проверки этих нефтеносных линз прокурорам будет принята мера все-таки побудить привести юридическое лицо, тот земельный участок, собственником которого они пока в настоящий момент являются, в надлежащий вид, и если в добровольном порядке юридическое лицо откажется это делать, ну тогда, видимо, наверное, придется вносить иные меры прокурорского реагирования. Отмечу, Красноярская нефтебаза на правобережье закрыта уже год. Сейчас там идет демонтаж резервуаров и других конструкций. Акваторию нефтебазы защитили заградительными бонами, чтобы не допустить попадания топлива в Енисей. Экологи считают, что территорию нефтебазы нужно как можно быстрее рекультивировать, очистить грунт и убрать топливо, иначе оно еще долгие годы будет отравлять Енисей. И в продолжение темы экологии. На этой неделе в Железногорске прошли слушания по вводу в эксплуатацию второй очереди завода по переработке отрабатывающего ядерного топлива на горно-химическом комбинате. Первую очередь запустили еще в 2015 году. Ее мощность 250 тонн в год, а к 2030 году мощность планируют увеличить до полутора тысяч. И это предприятие станет одним из крупнейших в мире по переработке ядерного топлива. Независимые эксперты выступают против строительства атомного гиганта всего в 60 километрах от Красноярска. По данным специалистов, только за 2019 год до ввода в эксплуатацию второй очереди горно-химический комбинат выбросил в окружающую среду актинидов, а это изотопы плутония и америция, в 80 раз больше, чем предписывается радиационным стандартом для атомных станций в США. Причем сделал это на законных основаниях, поскольку российский предел допустимых выбросов по актинидам превышает аналогичный американский параметр в 20 тысяч раз. Опасность запуска второй очереди опытно-демонстрационного центра в Железногорске заключается в том, что даже уже первая очередь, запущенная в 2015 году, она привела к тому, что произошло повышение радиоактивных нуклидов в десятки раз по сравнению с предыдущим периодом до 2015 года. И там, несмотря на то, что первая очередь, она мизерна по сравнению со второй очередью. Слушания были организованы, хоть там и была дистанционная возможность как бы участвовать, но на самом деле нарушения, которые произошли при организации этих слушаний, они сводят на нет все это. И получается, что эти общественные слушания произошли местечковым способом. То есть приглашенные люди, сотрудники ДХК, они, конечно, дружно проголосовали от Добрянс за то, чтобы была введена вторая очередь, потому что они связаны зарплатой, они заинтересованы в том, чтобы это работало предприятие. Противники расширения производства также высказывают опасения, что ядерные отходы будут свозить в Железногорск из разных стран. Да и соседство с подобными атомными предприятиями может неблагоприятно сказаться на окружающей среде. Особенно в случае непредвиденных ситуаций. Если посчитать, то есть несложно посчитать, что это практически до 5 килограммов плутония в сутки будет циркулировать в технологической цепочке вот этого производства. И если произойдет что-либо непредвиденное при неблагоприятном стечении климатических условий, этого объема плутония, если он будет выброшен в атмосферу, достаточно, чтобы заразить территорию радиусом 65 километров. Основная опасность от него конкретно для красноярцев заключается в том, что это первое радиохимическое производство, которое расположено на дневной поверхности. Если раньше потенциально опасные производства горно-химического комбината располагались в подземной части, 200 метров скального грунта над этими производствами являлись естественным защитным барьером. И если бы что-то произошло на горно-химическом комбинате, грубо говоря, 10 лет назад, 20 лет назад, то в принципе эти последствия маловероятны, что заражение вырвалось радиоактивное за пределы этой подземной части. Представители же горно-химического комбината уверяют, что все опасения напрасны. Создание подобного предприятия было запланировано давно, а новый завод станет самым экологичным в мире, уверяет начальник управления по связям с общественностью горно-химического комбината Борис Рыженков. Этот проект, он еще в 70-х годах задумывался. То есть на маяке завод РТ-1 предназначен для переработки топлива реактора ВВР-440, плюс лодочное топливо, ну плюс там какое-то аварийное. Здесь в Железногорске планировалось сразу завод РТ-2, который должен был профессионально заниматься переработкой от штатных энергетических реакторов атомных станций Советского Союза с реакторами ВВР-1000. И с 1985 года действует мокрое хранилище. То есть успели в советские времена построить в первую очередь этого завода мокрое хранилище. Ну и, соответственно, просто эти планы продолжают реализовываться. Изменилась технология. Технология стала безводной. То есть по, скажем так, именно в плане радиационной безопасности, но это очень хороший завод, он значительно лучше существующих миллионалов. Эту тему мы продолжим обсуждать прямо сейчас на связи со студией Алексей Кулеш, депутат Законодательного собрания по Железногорскому одномандатному округу и Татьяна Никифорова, житель Железногорска и общественный деятель. Добрый вечер. Здравствуйте. Алексей, первый вопрос к вам. Что вы думаете об увеличении мощности переработки ядерного топлива в Железногорске все-таки? Не чужой для вас город? Ну, я, безусловно, не являюсь специалистом в адренной отрасли, технологом, но мне представляется, что вокруг этой темы слишком много манипуляций и недостоверной информации. Безусловно, интернет позволяет найти любую информацию, но информация не равна знаниям. И очень часто люди, обладая информацией, но не обладая знаниями, манипулируются знанием других. К сожалению, это происходит. Мне почему-то представилось, как бы выглядел, например, проект общественного слушания по проекту строительства самолета Ил-86 где-нибудь в Тамбовской губернии в середине 18 века. Ну, как бы вот крестьяне слушали, крестились, выпучивали глаза и говорили, что это не полетит, а им говорили, не только полетит, но и вы там летать будете. И крестьяне в ужасе бы разбегались. Мне кажется, примерно то же самое, уж простите за прямоту, происходит и сейчас вокруг строительства вот этого завода РТ-2. Это, безусловно, очень высокотехнологичное производство, но оно совершенно новое, учитывая, что атомную энергию человек начал использовать 50-70 лет назад, а перерабатывать уже отработанное топливо, которое является ценнейшим ресурсом, начали буквально 20 лет назад. И в этом смысле, ну, мы находимся на пороге, это завод завтрашнего дня. И говорить о нём как о чём-то страшном и опасном, наверное, не очень справедливо. И посмотрите, миллионы тонн угля сжигаются ежегодно, отвалы этих угольных станций заполняют поверхность планеты, вот возле любой энергетической станции миллионы тонн отвалов лежат. Ежегодно на город Красноярск высыпается, если мне не изменяет память, 190 тысяч тонн угольной пыли. Это, мне кажется, существенно более прямая и более очевидная опасность, чем та, о которой говорят уважаемые специалисты-эксперты. Ну, это просто ещё одна проблема Красноярского края. Но вы правильно заметили, мы, конечно, не эксперты, но всё-таки есть люди, которых пугает соседство с атомным гигантом. Вот, Татьяна, какая у вас позиция? Добрый вечер ещё раз. Вы знаете, мне страшно жить в этом городе. Страшно за своих детей, страшно за нашу экологию, для своих знакомых, потому что никто не доказал, что это производство действительно безопасно. И как справедливо заметил уважаемый Алексей Викторович Кулеш, есть интернет и можно найти любую информацию. Так вот, я позволю себе напомнить информацию и интервью тогда ещё молодого депутата Кулеша, очень рьяного оппозиционера в городе Железногорске, за которого, в общем-то, жители и голосовали, потому что он всегда отстаивал права граждан. А Алексей Викторович рассказывал о том, как он лично со своим другом депутатом Шарановым был в 2012 году на таких же публичных слушаниях, которые проводились. Там было 270 отработников ГХК, и только они двое, Кулеш и Шаранов, проголосовали против. Так вот, мне непонятно, почему теперь вице-спикер изменил своё мнение. Его коллега Шаранов теперь работает в корпорации НРАУ, которая называется это... Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами. Алексей Викторович теперь рьяно защищает Росатом. Ну, у меня такое мнение, что он теперь уже стал солдатом Росатома. Никто не доказал безопасность вот этого отработавшего ядерного топлива. Это даже звучит страшно. И свозить к нам его будут со всего мира. Теперь давайте перейдём к языку экономики, к цифрам. По рыночной стоимости переработка одной тонны, а яд стоит миллион долларов. У нас на ГХК сейчас, на сегодняшний момент, уже хранятся десятки тысяч тонн отработавшего ядерного топлива. По логике вещей, железногорцы должны купаться в роскоши. Но в нашем городе напротив урезается всё. У людей отбирают ставки, сокращают... Вот недавно был скандал «сокращали культуру». Увольняют работников культуры, чтобы урезать бюджет. И говорят, что сейчас не время шоковать. Понимаете, где вот эта роскошь, обещанная «Росатомом», её никто не видит. Город утопает в нищете. И дальше момент, значит, про экологическую безопасность. Господин Лихачёв, это руководитель госкорпорации «Росатом», недавно в интервью Владимиру Кознеру заявил о том, что в России, а в частности в Сибири, нет захоронения о яд. Вот представляете, кому интересно, тоже в интернете можете это найти. Алексей Викторович, вы в частности. И вот у меня в связи с этим предложение к господину Лихачёву. Если вы считаете, что... Я надеюсь, что он смотрит тоже телеканал ТВК, ну или ему передадут. Господин Лихачёв, если вы считаете, что это настолько безопасно, то я приглашаю вас поменяться местами проживания. Вы переедете в мой большой дом на берегу реки, а я, так и быть, со своей семьёй перееду в загазованную, экологически неблагополучную Москву. И, кстати, слово... Антон, я думаю, что многие бы захотели на таких условиях переехать в Москву. Давайте дадим возможность Алексею высказаться по этому поводу. К тому же вы несколько раз его обвинили в изменении мнений. Я думаю, Алексею нужно дать слово. Давайте. Спасибо большое за такую возможность. Ну, действительно, у меня стало гораздо больше информации за прошедшие годы, и я ценю ту информацию, которая у меня есть. Я точно понимаю, что то, что сейчас находится на горно-химическом комбинате, это не отработанное ядерное топливо, как утверждает Татьяна, например, а это ценнейшее сырьё, которое много раз ещё можно использовать в качестве топлива для ядерных атомных электростанций. И в этом смысле я уверен, что за атомной энергетикой будущее и угольная, и нефтяная энергетика постепенно будут уходить в небытие, ровно потому, что она чрезвычайно опасна для экологии, в отличие от энергетики атомной. И я думаю, что не пройдёт 20 лет, как мы увидим, существенное изменение баланса энергетических мощностей в сторону атомной энергетики, в том числе и в нашей стране. И, на мой взгляд, это такой цивилизационный вызов. Мы не вправе оставлять на поверхности десятки тонн, там даже тонны вот этого делящегося материала. И то, что это будет происходить, переработка и превращение в топливо именно на территории Красноярского края, на территории Железногорска, мне кажется, это огромная гордость. И не опасность, собственно говоря, для красноярцев, а огромная гордость. Для тех, кто сильно переживает, что в 60 километрах от города Красноярска будет строиться завод РТ-2, я хочу напомнить, что он будет строиться не в 60 километрах от города Красноярска, а в 6 километрах от моего дома. Я, в отличие от Татьяны, проживаю не в собственном доме, а в обыкновенном многоквартирном доме. И по прямой до завода РТ-2 до него примерно 6 километров. Так же, как и огромное количество жителей города Железногорска, которые проживают и, собственно говоря, не испытывают тех страхов, о которых говорит Татьяна. Алексей, ну с вами сложно не согласиться про возможности и плюсы атомной энергетики. Про это очень много говорят в 70-х, 80-х еще годов. Но для нашей страны эта тема достаточно болезненная. Когда мы слышим, в принципе, ядерные отходы, и все же с этим связанное, но нас это пугает по понятным причинам. И можно поверить в то, что, наверное, такого класса предприятия могут существовать в других странах. Но когда ты слышишь, что подобное предприятие хотят построить в России, а зная, как у нас работают контролирующие органы, надзорные органы, сколько аварий происходит, ну это не может не пугать и можно понять страхи людей. Алексей, вот вы верите, что у нас действительно может качественно и добросовестно работать предприятие такого класса? Понимаете, это вопрос не веры, это вопрос знания. И я это знаю. Я неоднократно бывал на заводе, в опытно-демонстрационном центре. Я видел, как он устроен, как он работает. Я прекрасно знаю квалификацию людей, которые там работают, которые это делают. И у меня, собственно говоря, нет таких страхов. И я крайне скептически отношусь к употреблению слова «отработанное ядерное топливо» или «ядерные отходы». Ещё раз повторю, ядерный делящийся материал, который используется в атомных станциях, он используется многократно, больше 30 раз. Сейчас, после одного использования, он превращается в… Ну, его невозможно сейчас использовать с нынешними технологиями. Поэтому его хранят, его необходимо переработать, чтобы его можно было использовать ещё 20 и 30 раз, максимально выжимая из него его полезные для нас, для энергетики свойства. Это практически неограниченный источник энергии для Земли, в отличие от уменьшающегося сырья углеводородного. И за ним, повторюсь ещё раз, будущее. Мы можем обеспечить Землю, всю цивилизацию, многократно превышающим её потребности источником энергии. Татьяна, ну вот Алексей говорит очень убедительно. А какие тогда у вас опасения возникают? Вы знаете, я вот хочу вам сказать, что ввиду закрытости нашего города объективная информация об экологической ситуации и безопасности отсутствует. Объясню почему. Потому что, хотя бы потому, что экологические отчёты горно-химического комбината выполняются всевозможными ОООшками, возможно, даже какими-то аффилированными компаниями. И опять же, я согласна с Алексеем Викторовичем, что наука не стоит на месте, что мы там и в космос полетим. И атом у нас, у нас даже символ города, медведь, разрывающий атом. То есть мы всех побеждаем, и впереди планеты всей. Окей, но тогда, простите меня, почему мы в Железногорске являемся крепостными? Вот по сути, современными крепостными. Потому что мы в нашем городе не имеем ничего, что нам сулит закона за то. Там повышенные социальные меры поддержки, улучшенную медицину, всякие льготы. У нас этого ничего нет. Более того, ещё и вырезают всё, понимаете. У нас одно из самых дорогих тарифов на тепло. Потому что, опять же, те же американцы, которые деньги выделили американцы, не достроили ТЭЦ наши деятели. Поэтому у нас один из самых дорогих тарифов. Хотя Алексей Викторович, в свою очередь, обещал его уменьшить. Так вот, мы в Железногорске, современные крепостные. Мы не имеем права ни на что. Татьяна, простите, я вас перебью. У нас, конечно, эта тема может занять и час беседы. И тема того стоит. Она очень масштабная. Мы обязательно к ней вернёмся. Но на этом мы вынуждены поставить точку. Это были депутат Законодательного собрания Алексей Кулеши, общественный деятель из Железногорска Татьяна Никифорова. Говорили о переработке ядерных отходов в Железногорске. Мы прервёмся на рекламу. После продолжим. Оставайтесь с нами. Сейчас к новости, которых многих порадовало на этой неделе. Европейский суд по правам человека признал процесс над красноярским физиком Валентином Даниловым несправедливым. ЕСПЧ также назначил компенсацию морального вреда. Учёный получит 21 тысячу евро. Это около 2 миллионов рублей. Европейский суд пришёл к выводу, что Данилову не позволили вызвать и допросить ключевых свидетелей. А некоторые присяжные могли быть связаны с российскими следователями. Кроме того, власти нашей страны не представили в Страсбург материалы дела, ссылаясь на их секретность. Напомню, дело Валентина Данилова было одним из самых громких в начале нулевых. Учёного обвинили в шпионаже в пользу Китая. Якобы на переговорах с представителями ракетно-космической корпорации Поднебесной он разгласил секретные данные. В 2004 году его приговорили к 14 годам колонии. Причём только со второго раза. Первый суд присяжных физика оправдал. За Данилова тогда вступились многие коллеги, но силовики всё-таки добились своего. Физику пришлось 16 лет ждать решения Европейского суда по правам человека. Он заявил, что счастлив и поблагодарил красноярцев, которые его поддержали. Я поздравляю красноярцев. Хочу выразить признательность и благодарность. Я счастлив, что у меня такие земляки. 11 декабря исполнится 16 лет, как была подана жалоба. Ну а так, ну лучше, говорится, поздно, чем никогда. Поэтому, в принципе, что в этом плане, я считаю, Европейский суд, он как бы свою функцию выполнил. Данилов говорит, что сейчас его пенсия 14 тысяч рублей и компенсация в 2 миллиона – это существенная поддержка. Но главное, по мнению учёного, что Европейский суд фактически оправдал его. В общей сложности в тюрьме строгого режима учёный провёл более 8 лет. Он вышел на свободу условно-досрочно в 2012 году. После освобождения Валентин Данилов переехал в Новосибирск. Главная отставка этой недели. Владимир Путин уволил из госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса. Его новая должность – представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Что это за новая работа, такая мало кто знает. Пост создан специально для Чубайса. Эксперты считают, что это не что иное, как почётная пенсия. Анатолий Чубайс – один из патриархов российской политики. Автор приватизации и залоговых аукционов, реформы энергетики и ярый противник коммунизма. О человеке эпохи расскажет Виталий Поляков. Сотрудники госкорпорации «Роснано» этим видеороликом провожают своего шефа. Кадры пропитаны симпатией. И неудивительно, Чубайс за 13 лет существования компании увеличил выплаты своим сотрудникам более чем в 10 раз. Проекты «Роснано» часто приносили лишь убытки, но только не самим работникам. У нас очень много денег. Их просто вот совсем много. Путь Анатолия Чубайса в политику начался в конце 70-х. В 24 года в Ленинграде он организовал кружок экономистов-рыночников. Уже тогда Чубайс понимал, что командная экономика обречена и ведет Советский Союз к краху. В конце 80-х, когда система уже не могла обеспечить людей элементарными продуктами, идеи Чубайса оказались востребованными. Народ просто устал ждать светлого будущего в бесконечных очередях. Очередь – это дикое извращение. Это фантастическое уродство нашей жизни, которое имеет не только тяжелейшие экономические, но и тяжелейшие социально-психологические последствия. Чубайс, поставленный в очередь, изначально ставится в некое униженное положение. Только одного этого достаточно, чтобы ее, так сказать, припечатать к позорному столбу на века. Чубайс был настолько убедителен, что, казалось, он сможет построить новую рыночную систему. Видимо, так считал и президент Ельцин. В 91-м году он ввел Чубайса в правительство Гайдара. Главная задача – в кратчайшие сроки перевести экономику на рыночные рельсы. Но первые месяцы реформ привели к обнищанию населения и угрозе голода. При этом Чубайс шел на пролом. После либерализации цен он объявил о приватизации, тотальной распродаже госимущества. Частники, по задумке Чубайса, и управляют эффективнее, и новую систему власти должны поддержать. Каждый проданный завод – это гвоздь в крышку гроба коммунистов. Дорого, дешево, бесплатно, с приплатой. 20-й вопрос. Она решила главную задачу – остановить коммунизм. Эту задачу мы решили. Мы решили ее полностью. Выбранный путь приватизации – разделить имущество на всех поровну. Каждый взрослый россиянин получил свою долю в виде ваучера, а работники – еще и акции своих предприятий. Правда, справедливый подход уперся в слабую финансовую грамотность людей. Многие просто не понимали, что делать с ваучерами и ценными бумагами. Большинство просто продали долю в Новой России за бесценок на базаре. А виноватым остался Чубайс. Во всем виноват Чубайс. Что? Если бы не Чубайс этот, все у нас было бы хорошо. Несмотря на народную ненависть, Ельцин Чубайса в отставку отправлять не спешил. Главное ведь он сделал – лишил коммунистов финансовой опоры. К тому же стал удобным громоотводом. В 1998 году он возглавил РАО-ЮС, чтобы приватизировать энергетику. Теперь Чубайса обвиняли еще и в высоких ценах на электричество. Кстати, Владимир Путин в правительстве оказался тоже, в том числе благодаря протекции Чубайса. Когда кончится этот беспредел? Сколько лет вы еще собираетесь Чубайса терпеть во власти? Ну и традиционный вопрос для огромного количества россиян. Когда его посадят наконец-то за решетку? Антон Борис Чубайс остается такой нужной очень для нас фигурой, на которую постоянно общественное мнение отвлекается, когда что-то не нравится. Правда, при Путине оказалось, что Чубайс вовсе не политик либерального толка, а как это казалось в начале 90-х. Он без видимых переживаний встроился в новую модель экономики – государственный капитализм, который ранее нещадно критиковал и возглавил госкорпорацию «Роснано». Чубайс 2015-го предал Чубайса 2016-го, встроился в путинский режим, сел на финансовые потоки, под крышей «Единой России», ну и весь дальнейший набор. Чубайс очень лоялен любой власти. Чубайс, как человек, конформист. Он с любой властью. У него логика такая. Пока есть возможность что-то делать, надо делать. Да, мне не все в этой власти нравится, но я, находясь внутри, могу больше изменить, чем ты, будучи оппозиционером. Отставка Чубайса сейчас тоже символична. Его вопрос «Нано» меняет на Сергея Куликова, бывшего функционера военно-промышленной комиссии России. Ранее он руководил аппаратом генерального директора Ростеха Сергея Чемизова, давнего товарища Владимира Путина. Сначала к приятелям президента отошла газовая промышленность, затем нефтянка, оборонка. И вот теперь «Роснано». А после увольнения Чубайса остался лишь один вопрос – кто теперь в стране во всем виноват? Виталий Поляков, Николай Чистяков. Воскресные новости ТВК. Цены на недвижимость бьют исторические рекорды. С начала года стоимость квартир выросла от 6 до 30%. Малогабаритные студии теперь продают более чем за 2 миллиона рублей. Причем спрос настолько велик, что купить популярные однокомнатные и двухкомнатные квартиры от застройщика почти нереально. Главная причина – высокий спрос. Весной из-за самоизоляции многие потенциальные покупатели взяли паузу, а теперь пытаются завершить сделки. Но главный фактор – рекордно низкие ставки по ипотеке с господдержкой 5-6%. Спрос вырос, а предложения от строителей и на вторичном рынке больше не стало. Вот и цены растут. Сегодня мы можем увидеть студии уже свыше 2 миллионов, там 2,5-2,7 тысяч – это больше 100 тысяч с квадрата. Готовые студии на вторичном рынке – это, конечно, очень высокая цена, потому что еще в начале года их можно было бы покупать за 1,3 миллиона, 1,5 миллиона. Ситуацию на рынке недвижимости мы обсудим с руководителем портала sibdom.ru Александром Шляхиным. Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Когда мы говорим о недвижимости, первое, что всех волнует – это цена. Для сравнения, сколько в Красноярске квадратный метр жилья стоил в начале этого года и сколько сейчас? Ну, мы мониторим цену и по новостройкам, и по вторичному рынку еженедельно. По сравнению с началом года на рынке новостроек цена квадратного метра выросла от 12 до 20%. То есть 20% – это подорожали однокомнатные квартиры и студии, и 12% – крупногабаритные квартиры. На вторичном рынке жилья роста был менее значительный – от 9 до 14% в зависимости от типа. А что повлияло на рост цен? Ну, во-первых, первая волна роста цен на недвижимость была связана с падением курса рубля. Это февраль, март месяц, люди побежали из рубля, побежали в акции, побежали в бетонометры, как говорят. Это было первое повышение цены квадратного метра. В 23 апреля правительство приняло программу господдержки новостроек 2020 и опустило процентную ставку по этим объектам до 6,5%. И в дополнение к попытке сохранить средства при том, что валюта за этот год фактически выросла на 30% с начала года, люди и пошли сохранять свои средства, покупать в первую очередь недвижимость. Потому что уже с конца марта покупать валюту было уже бессмысленно. Соответственно, вот лето было небольшой такая стабильность, связанная с карантином, со сложностями, с покупками. И вот уже с сентября, октября, ноябрь месяц опять началось ралли, люди опять вернулись на рынок. Ну, то есть отложенный спрос сыграл свою роль. А льготная ипотека играет здесь какую-то роль? Ну, что? Льготная ипотека, вот ряд экспертов. Да, безусловно, она привлекла внимание тех людей, кто собирался все-таки улучшать свои жилищные условия. Она подтолкнула их к этому делать. Ну, в первую очередь, конечно, люди кинулись инвестировать, покупать малогабаритные квартиры. Почему цена вот этих квартир, да, по каким-то вот самым маленьким, она действительно там до 100 тысяч дошла? Да потому что их практически не стало. То есть вот за эти месяцы с рынка вот эти все мелкие доступные квартиры, которые люди приобретали с целью инвестирования, вымыли. И сейчас, в принципе, рынок немножко успокоился, да, то есть он приходит в такое более-менее равномерное состояние, ажиотаж уже проходит, и люди начинают использовать вот такие низкие ипотечные ставки, да, покупки для улучшения своих жилищных условий. То есть для покупки более качественного жилья, двух-трехкомнатные квартиры. То есть сейчас в эту сторону активно идет спрос. Александр, а можете дать советы, что делать людям, которые планируют покупку недвижимости? Сейчас самое подходящее время. Или нужно подождать, или на что-то обратить внимание? Ну, безусловно, знаете, самое подходящее время это было с апреля по, наверное, июнь месяц. Если говорить о том, что как бы по выгодной цене и опять-таки при ипотеке, на сегодняшний момент цена съела, то есть вот этот рост цены, он съел то преимущество, которое дает льготная ипотека. Поэтому тут вот бежать куда-то, а чего-то там пытаться впрыгнуть в уходящий пояс не стоит. Наоборот, надо сейчас в ситуации, когда цены, они вот выросли, да, такого, можно сказать, вернулись, я бы так сказал, они вернулись ценам 2015 года. Так вот, это максимальным, наверное, ценам. Сейчас стоит очень внимательно. То есть даже, несмотря на то, что ставка льготная, надо внимательно смотреть, сможете ли вы обслуживать этот кредит. Потому что, если вспоминать историю, то 2015 год, многие тоже позарились на низкие процентные ставки, увидели большой рост стоимости недвижимости, нахватали квартир, надежды заработать до 30% в год при процентной ставке 7-8%. В итоге в 2015 году было очень много вот таких ипотечных дефолтов, и люди просто отказывались от таких квартир, потому что смысла не было инвестировать, и доходы у многих упали. Поэтому очень разумно подходить надо к выбору и взять кредит. То есть понимать, сможете ли вы обслуживать долговую вот эту нагрузку. Ну да, как говорится, семь раз отмерь, один раз отрежь. Александр, спасибо. Это был Александр Шляхин, руководитель портала sibdom.ru. Мы говорили о ситуации на рынке недвижимости. Сейчас полторы минуты рекламы, мы вернемся в студию. Оставайтесь с нами. Каждый четвертый россиянин планирует сократить расходы на новогодний стол и подарки. К такому выводу пришли специалисты Банка Открытия. Конечно, в первую очередь это связано с пандемией коронавируса. Кто-то оставался на долгое время без работы, кто-то все еще получает пособие вместо зарплаты. О том, сколько денег на Новый год хотят потратить жители края и других регионов, знает мой коллега Дмитрий Шхузин. Он сейчас в студии. Дима, сильно ли упали бюджеты в этом году? Катя, в конце каждого года статистики подсчитывают, сколько россияне потратят на Новый год. Сюда входит стол и, конечно, подарки родным и друзьям. В этом году из-за коронавируса и безработицы многие сократили свои привычные расходы. Экономисты говорят, что даже те, кого пандемия сильно не коснулась, тоже затянули пояса. Но сохраненные деньги они откладывали на всякий случай. Однако, если верить статистике, то новогодние траты россиян по сравнению с 2019 годом особо не упали. В некоторых регионах, наоборот, даже выросли. Вот такие данные приводит портал Суперджоп. В самых крупных городах России они опросили 5000 человек. По сравнению с прошлым годом средний бюджет россиян на праздник практически не изменился. 18000 против 18300 рублей. Самые скромные траты на праздники среди жителей мегаполисов запланировали в Волгоградце. 14300 рублей. Минус 5% за год. В Красноярске бюджет похудел на 6%. С 20 тысяч до 18700 рублей. Самые большие расходы ожидаются в Москве и Санкт-Петербурге. Со статистикой, согласно эксперту, в области торговли тратить меньше люди не станут. Это, конечно, связано и с ценами. Они меньше не становятся. А второе – перераспределение. По мнению специалистов, у россиян и без коронавируса все меньше денег уходило на новую одежду, развлечения и походы в кафе. А теперь, когда последние закрылись, можно себя порадовать. Люди, конечно же, захотят себя побаловать. Уж таков русский человек, что когда не очень хорошо, немножко тяжко, то хочется уж отметить, так отметить. Ну и в этом, конечно же, выиграют продуктовые магазины еще и по одной причине. Празднование в точках общепита в этом году будет закрыто, запрещено. И раз уж деньги, которые в прошлом году направлялись на рестораны, кафе, бары, будут перераспределены в продуктовые магазины. Что касается новогоднего стола в отдельности, мы, конечно, не Росстат, но чтобы посмотреть на цены, можно просто зайти в ближайший супермаркет. В 2019 году, например, килограмм апельсинов можно было купить за 130 рублей. Сейчас же они на 27 рублей дороже. Подорожали сыр, майонез, яйца, но все эти цифры, конечно, средние. Не стоит забывать, что можно сэкономить и купить что-то по акции. Существует также индекс Оливье. Среднюю стоимость порции салата на трех человек уже много лет ведет Росстат. Но его данные появятся ближе к новогодним праздникам. Пока же российская газета попросила экспертов составить аналогичный индекс, ориентируясь на цены в самых популярных у россиян магазинах. Результат – в этом году Оливье обойдется дешевле на 8-9%. Однако дело не в экономическом рывке, а в том, что на рынке засилие дешевых магазинов-дискаунтеров. В остальных же магазинах цена, как обычно, вырастет, и туда люди пойдут уже за деликатесами. Высокие темпы прироста стоимости салата по сравнению со среднероссийским значением 2019 года в магазинах объясняются тем, что эти магазины относятся к сегменту нишевых магазинов, то есть тех магазинов, которые ориентированы либо на потребителей с доходом выше среднего, либо на потребителей с определенными требованиями к продуктам. Например, состав и экологичность. В целом же из всех этих цифр можно сделать вывод, что хоть этот год и был трудным абсолютно для всех, люди все равно с нетерпением ждут этого праздника, готовы хорошо проводить время и дарить подарки, несмотря ни на какие проблемы. У меня на этом все. Катя. Спасибо, Дима. Это был Дмитрий Шхузин. Говорили о тратах на новогодний стол и о том, насколько сильно выросли эти траты. Насколько рублей планируют потратить на Новый год красноярцы, а самое главное на что, с таким вопросом мы сегодня обратились к жителям города. Вот что они отвечали. Сколько вы готовы рублей потратить в этом году на новогодний стол? На новогодний стол? Хороший вопрос. Ну, не знаю. Наверное, где-то будет около 20 или 30 тысяч. А это на сколько человек? Ну, я думаю, на семью из шести человек. А эта сумма как-то изменилась по сравнению с прошлым годом? Ну, меньше стало, урезалась как-то из-за пандемии коронавируса, либо так же, либо даже больше может быть? Ну, наверное, с учетом того, что подорожал продукт, ну, наверное, может быть, чуть больше обычного. Тысяч 10 примерно. А эта сумма как-то изменилась в прошлом году? Ну, к пандемии как-то повлияла? Что мы урезали расход, наоборот, гулять так гулять? Да, в принципе, нет, не поменяло. Так же все осталось. Я просто, ну, регулярно хожу и сколько надо всего беру. Ну, я думаю, что тысяч 20 на четверых будет. А эта сумма как-то изменилась по сравнению с прошлым годом? Там урезали, не урезали, бежали. Все-таки по коронавирусу? Растает каждый год. Ну, то есть, как бы, инфляция и товары растут прямо на глазах. Если понять, честно, ну, не знаю, тысяч 10, может быть. Мы обычно сами как-то стол не соревируем. Мы в основном справляем либо с родственниками, либо где-то компанией людей. В прошлом году мы в кафе. Так в этом году кафе закрыли уже для новогодних гулять? В этом, получается, с родственниками, в кругу семьи. Вот, ну, я думаю, что тысяч, ну, может быть, пять и больше. Вот так. На стол, ну, это в зависимости от того, сколько человек предполагается. Так как сейчас ситуация такая, то понятно, что семья состоит из меньшего количества людей. Поэтому я так думаю, что, ну, тысяч, тысячи три-четыре можно потратить на стол. Что касается подарков, естественно, они будут большее количество денег, потому что нужно будет потратить их и еще как-то доставить, да, или транспортом каким-то, или что. Вот, допустим, мама у меня живет в деревне далеко, поэтому, естественно, там нужно будет потратить больше. Не знаю, не могу ответить. Ну, сколько получится, столько и потрачу. Такую эту неделю увидела наша редакция. Увидимся с вами через неделю. Новогоднего вам настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова